всем привет в эфире второй выпуск старого краснодара и сегодня мы поговорим об одном из признанно лучших глав города тогда еще екатеринодара у василия семеновича климами который был правленцем мэром по сути города с 1877 по 1900 годы и так а василь семенович родился в сорок четвертом году в рязани и как его брат он там вырос отучился к 61 году они оба поступили в первую мужскую сначала рязанскую гимназию откуда без экзаменов его с таким правом взяли на курс наук на юридическом факультете московского императорского университета в шестьдесят пятом году здесь отучившись он поступает в рязанскую палату гражданского суда со степенью кандидата а с девятого года также еще является товарищем прокурор кутаистского окружного суда то есть в рязани у него был довольно успешная такая юридическая карьера однако 70 году через год уже после последних событий его переводят на службу екатеринодар где его назначают члена местного окружного суда горле и здесь вот за семь лет работы в окружном суде он настолько как бы своей деятельностью настолько впечатляет горожан что его репутация хватит на для того чтобы избраться головой города так вот тому момент ему уже было 33 года такой молодой человек был климов прошел вот этот весь путь от судебного следователя до городского головы вообще южного города совершенно его чужого ему всего же вот за всю историю он избирался на должность главы то есть они же понятно что не все 30 лет был должность получается 7 раз то есть настолько вот высоко было доверие горожан к нему со всех слоев что позволяли ему быть мэром такое количество раз при этом он получал удовольствие скромное жалование и жил семьей в небольшом одноэтажном каменном доме 88 году в городе происходит несколько памятных событий приезжают художники репет и каразин освещается храм во имя покрова при святой богородицы и в этом году посещает город император александр третий климов при этом обустраивает вот эти саму встречу императора так чтобы все остались довольны на три дня в сентябре он приезжает семьей дело здесь смотр царских казачьих войск в честь вот этого приезда императорского купеческое сообщество скидывается и строит значит арку триумфальную которая изначально стояла на перекрестке улице седина современных и гусенина и мира была потом разрушена в советское время и вот ее реконструили восстановили сегодня она находится на бабушкиной красный вход по центру сквера стоит разрушена она была под поскольку являлась символом императора александра третьего ненавистного народу и к тому же еще потому что якобы она мешала проезду трамвая который изначально там и ходил еще когда так подарка его и строили изначально то есть он изначально самка трава и подходящий был мы якобы вот новые формы трамвая мешали проезжать то есть формально под таким соусом и и снесли разрушили личность самого главы играла довольно серьезную роль в муниципальном образовании самоуправления а значит в принципе самом городе принципе это всегда так было что это инициатива именно головы начальника от его энергичности и исходило то как будет развиваться город а проблем тогда в городе хватало в принципе они были созвучны современным проблемам это и здравоохранение и благоустройство городское дефицит бюджета вечный лишь дороги но несмотря на такие наметившиеся к тому времени большие перемены состояние города было довольно печальный то есть выглядел он весьма убого на тот момент население его составляло около двести семи тысяч человек к тому времени как описывали современники и кившево всех ютившихся в мазанках разбросанных по немочным поросшим бурьяном и непроходимым в дождливую погоду улицам как говорится вот в те времена и ходила байка про краснодарские улицы в которых утонул казак на лошади вместе с копьем и только кончик копья остался торчать из грязи и именно благодаря вот энергию энергии вот этого нового мэра вы кремова эти проблемы удавалось решить и действительно удалось в большей части в сходе в центральной части города в основной но удалось их решить 80-х годах стало застраиваться из-за этого за того что инфраструктура выросла вся северо-западная часть города то есть это современная часть примерно от старого центра до улицы северной кубанские областные ведомости так писали вот про вот эти все события это не дар своим возрождением и культурного благоустройства если не исключительно то главным образом обязан именно главе этому энергичному талантливым и бескорыстным общественным деятелям на своем посту климов открывал численно школы гимназии в частности появились вот эта мужская и женская гимназии одна из которых носила его или имя в больницу первого она открыла на красный довольно серьезно большую и там где раньше находилась войсковая богадельная то есть это у нас современный угол длинный и красный она и сейчас существует он же основала в городе первую публичную библиотеку имени пушкина в то время находилась немножко не на месте где сейчас где-то ближе к оперативному рынку то есть это угол красноармейской и гимназической при нем появился 7 базар и здание летнего театра в городском саду в те годы в городе начал работать полноценный общественный банк и в отделение государственного банка по поручению василия семеновича дошли руки у властей до того чтобы засыпать большую часть именно красуна поскольку на тот момент он представлял собой довольно такую длинную болотистую речушку практически вот в черте города которая являлась постоянным рассадником малярии в летнее время позже как бы основную часть русла ее завели в трубу которая идет преимущественно под суворовой при нем же были впервые построены в городе такие основы цивилизованного города в принципе как водопровод построена электростанция которая привела к тому что 4 октября 94 года впервые вся улица красная была освещена электрическими фонарями 4 декабря состоялось открытие водоэлектрической станции еще дополнительно в первых числах мая следующего 95 года началось круглосуточное действие телефонной станции в городе самым крупным событием для города при при власти при управлении василия климова стало открытие к запуску трамвайной линии получается 5 сентября 99 года значит была совершена торжественная закладка здание первого трамвайного депо и ремонтных мастерских на улице мира современной тогда это называлось екатеринская они сейчас там находится на углу получается мира и сувора а регулярное движение трамвая была открыта к декабрю 1900 года то есть на 10 лет раньше чем это произошло в москве тем не менее сам климов самого открытия трамвая не застал начале марта 1900 года он умер от порока сердца вызвано тем что у него были большие тяжелые заседания в течение семи заседаний он провел их лично в городской думе по части принятия бюджета городского на следующий год и в этот момент видимо очень серьезно болел как бы ему это тяжело давалось и в итоге привело в общем-то к смерти состояли 12 марта того года похороны проводить его последний путь пришел вообще весь город вы снука нет не весь прям понятно что вышло значительное число граждан которые сопровождали в гроб с телом как оказалось на тот момент на его счету не было денег достаточных для похорон и горожане сами скидывались на достойные похороны все свое жалование которое накапливал он запускал на благотворительность гроб с телом пронесли по всему городу делали остановки специально около городской управы где он работал около построенных и гимназии банка больницы вот и постепенно его получается дошли не процессе до всесвятского кладбища где его и похоронили газетах тогда местная писала что клеймов умер как солдат на своем посту уже будучи тяжко болен он лично и при этом с энергией в течение пяти длинных трудных заседаний провел через думу городскую смету на 1900 год впоследствии его имени как раз и присвоили первой мужской гимназии построены в екатеринодаре похоронен василий климов где-то возле всесвятской церкви на заброшенном нынче всесвятском кладбище в центре города восстановление которого в виде такого мемориального парка всячески свободируется современным властью краснодара могила воды наших дней не сохранилась к сожалению настоящий момент группа активистов во главе с журналистом владимиром бегуновым они организовали группу общественную группу по такой общественной помощи восстановление всесвятского кладбища по силам и средствам как говорится и продвижение идеи в превращении в мемориальный парк через органы власти вот именно они занимаются установкой мест захоронения видных деятелей краснодара в том числе и василия климова но об этом поговорим подробнее в отдельном выпуске посвященном проблеме всесвятского кладбища однако это еще не все если говорить о василий климове мы как упоминали его брата стоит как бы упомянуть и о его жизни потому что там есть интересный момент сам брат его сергей семенович климов также видны и вот деятель замен владелец паскова уездка уезда рязанской области вместе они заканчивали рязанскую мужскую гимназию вместе всем с первом году тут чуть позже получается он поступил то на тоже самый юридический факультет московской императорского университета после чего попал на должность присяжного поверенного московской судебной палаты где много лет работал с этим присяжным поверенным 79 года он стал спикером по сути гласным назывался до рязанской городской думы с 83 года стал членом рязанского губернского присутствия в общем по недвижимости специалистом городской думе с 88 по 902 год климов был перешел в лесоохранный комитет рязанский откуда уже в 906 году его избрали такой аналог современного совета федерации государственный совет от рязанской губернии вступил и там пробыл до часа 7-го года когда и умер но намного более примечательной оказалась жизнь его дочери племянницы василия климова климовой натальи которая вошла в историю революционного движения россии как очень известная персона родилась на в рязани восемьдесят пятом году 1885 1903 году закончила золотой медалью женскую гимназию местную училась на высшие женские естественно научные курсы но к 905 году она ушла скажем так в революционерки и в революционерки такие радикального толка впечатившись событиями кровавого воскресенья 1905 года в этот год она значит вы решает посвятить себя свою жизнь террору против государства это приводит ее в мае 1906 года к эсерам максималистам то есть тем самым которые занимались государственным терроризмом подрывом стрельбой в чиновников 30 ноября того же года ее арестовывают с надеждой терентьевой по делу о взрыве на даче премьер-министра столыпи в которых оказалось их сделали крайними то есть это единственные были два персонажа в против которых можно было собрать хоть какой-то материал и сделать их не осудить их в общем по этому делу приговорили ее к смерти но смертный приговор заменили каторгой однако когда еще вот про каторгу не было известно в ожидании смерти она написала не предназначавшийся своим коллегам письмо называвшееся письмо рязанским друзьям или письмо перед казнью которая за пределами тюрьмы казалось опубликованным и напечатано было в восьмом году в сми в этом революционном отсюда и к имя климова стало широко известно во всем мире вообще как такой пламен революционерки после того как ее заменили на бессрочную каторгу этот вот приговором летом 909 года она сумела бежать из новинской женской тюрьмы в москве вместе с еще 13 такими же осужденными путем того что он на свою надзирательницу сумела переубедить перевербовать революционерку и вместе с надзирательницей сбежала ей помогали там определенные революционеры то есть они тайно вывезли в поезде через транссибирскую магистраль в китае где она на верблюдах пересекла к пустыню гоби через через китай переплыла в японии из японии попала в париж уже переплывая где обосновалась в миграции стала членом боевой организации сэров в заграницей соратницей бориса савинкова значит семнадцатом году во время революции она узнает об этом их известиями хочет вернуться на родину ее муж уезжает вперед нее туда она сама виду того что у нее были к тому моменту уже трое детей один ребенок у нее умер в шестом за год до этого точнее вот двое детей у нее было и она не сумела попасть не успела на этот пароход всплывающий в россию во время вот этих вот попытки туда перебраться она за нами со семьей с детьми заболевает испанкой и восемнадцатом году в 83 лет она умирает есть сведения что наталья климова стала прототипом наталья колымовой персонажа 10 главного действующего лица в романе ассоргина сивцев вражек сам варлам шаламов писал о ней у него рассказы золотая медаль называется помогал ее дочери наталья освободившийся из гулага единственное выживший собирать материалы о матери а также упоминал ее и с лженицем в романе красное колесо в семье получается были два юриста политика а дочь пошла совершенно по другой стезе вот такая была судьба можно на этом примере сравнить в общем-то деятельность не только современных в принципе советских деятелей других и в имперское время глав города краснодара и понять вот что все таки наверное немаловажное действительно значение имеет личность головы это как он относится к уверенному ему в управлении городу на этом все дальше поговорим еще о чем-нибудь интересненько поэтому города всем пока в этом все дальше